Привет всем народ, это Пекристас и начинаю свой очередной стрим, сегодня у нас 4 июля уже и на сегодня я вот решил кого-то порадовать, кого-то вот как я вижу в чате немножко расстроить, но буду я играть сегодня китайский покер в комнате покер дом. Расскажу вам вообще что это такое, конечно расскажу правила игры, возможно многие из вас не в курсе, но в целом мне эта игра очень-очень нравится, сам я в нее конечно же скажем так, ну типа профессиональном уровне конечно никогда не играл и даже близко, но правила прекрасно знаю, плюс-минус знаю какие-то там подсчеты комбинаций, стратегии там, ну самый базовый такой уровень, в общем давайте поиграем, на самом деле интересная штука и посмотрим что из этого получится. То есть конечно же я буду играть ананас и вот сейчас я попытаюсь присесть кому-нибудь за стол или открыть свой собственный, ну пожалуй я наверное открою свой собственный, пускай тогда ко мне народ подсаживается, все кому не лень, тем более мне вроде как бы обещал поиграть со мной за столом, обещал поиграть со мной за столом Костя, не совсем я понимаю да, тут как докупка работает, ну давайте попробуем что-то, ой-ой, из этой оперы сделать, вот так я присел, сейчас я все настрою, чтобы вам было видно прекрасно, Прекрасно, если кто не в курсе, на самом деле покер этот китайский начал появляться довольно таки так масштабно в интернете примерно, где-то лет пять назад, во всяком случае я лично узнал о нем примерно где-то года наверное три, плюс-минус, Ну и тогда еще не особо было, по-моему вообще тогда даже не было каких-либо покер-румов, которые предлагали игру, один из них самый первый, который так более-менее был, и мы на сайте его тоже с ними сотрудничали, это баунти-покер, вот, потом сейчас есть еще некоторые комнаты, ну вот в принципе сейчас из таких самых популярных, надежных и известных, это покер-дом, где можно конечно играть как и в обычный, так и в китайчик. Я уже вот собственно говоря присел, теперь буду ждать народ, если никто ко мне подсаживаться не будет, я тогда, ну вот, чоки, как и планировал, нашел меня, тоже подсаживается, ну играть 300 я выбираем, и поехали. В общем, суть этого покера заключается в чем, буду параллельно пока что рассказывать, всем выдается изначально по, да, по пять карт, все правильно, действуют абсолютно, действуют такие же комбинации, как и в покере, начнем с этого, это что немаловажно. Вы видите карты соперника, соперник видит мои карты, всего существует три бокса, верхний, средний и нижний, комбинации точно такие же, как в покере, и задача заключается в том, чтобы разложить комбинации таким образом, по возрастанию, сверху вниз. То есть, вы не можете, скажем так, одним словом разложить, допустим, здесь сет, там три шестерки, а здесь, допустим, собрать две пары, то есть у вас должна быть сверху самая слабая комбинация, посередине, скажем так, средняя комбинация и снизу самая сильная комбинация. Помимо этого, существуют дополнительные очки, дополнительные очки за собранные комбинации, то есть, эту всю информацию, какое количество очков за какую комбинацию добавляется, вы можете почитать, ну у нас на сайте, мы недавно вот буквально открыли этот раздел. Ну, по китайскому покеру, собственно говоря. Да, и само собой, ну если что стоит добавить, еще здесь раздается, как видите, в ананасе три карты, три карты всегда сдают, и одну вы выбрасываете. То есть, из трех карт вы выбираете две и раскладываете их по боксам. Ну, таким образом, как примерно сейчас делаю я. Ну, вот смотрите, допустим, в нижнем ряду я сейчас соберу фулл хаус, само собой. За этот будут даваться мне дополнительные очки, ну, дополнительные поинты, это все вы увидите в конце. Ну, дальше четверка мне, в принципе, не нужна, я ее выкину, тройку положим сюда. Сбросить одну. Ну, вот, шесть очков, видите, то есть, за нижний фулл хаус мне сразу автоматом получается шесть очков. Что немало важно знать, и что очень интересно в этой игре, пожалуй, наверное, на мой взгляд, самая-то основная изюминка китайского покера, в чем заключается. Если вы, допустим, собираете, предположим, здесь пару дам, да, ну вот я сейчас положу здесь пару дам, а здесь вы не собираете выше что-то пары дам. Ну, допустим, там, король или вышли, там, две пары, сет, стрит, неважно что. Вот, вы, тем самым, у вас получается мертвая рука. Или еще это называется в китайском покере скуп. То есть, вы заскупились. Так, я сейчас пытаюсь понять, что мне здесь лучше положить. Ну, пожалуй, я, наверное, даму уже не соберу. Хотя, есть еще вариант такой. Ну, давайте так сделаем. Вот. Таким образом, вы скупитесь, и ваша рука становится мертвой. Неважно, что вы собрали на нижней линии. Если у вас на верхней линии, как, ну, вот здесь, допустим, рука сильнее, чем на средней линии, то ваша рука, в принципе, сгорает, и вы всем платите по шесть очков. То есть, здесь игра, в принципе, короче на очки. Кто больше соберет за каждый раунд очков, ну, тот, само собой, как бы, ну, будет выигрывать и так далее, и так далее. То есть, более подробно, какие, какое количество очков и более подробные правила, вы потом смело можете найти у нас на сайте, ну, в разделе китайского покера. Собственно говоря, сейчас вам показываю. То есть, это если пройти, ну, на наш сайт непосредственно, и здесь вот выбрать школу покера. Дальше раздел китайский покер, видите, да? То есть, нажимаете, и здесь у вас будут, ну, непосредственно все правила, сколько очков за что дается, ну, и так далее, и так далее. Ну, и вот мне пришла, допустим, видите, да, здесь такая ситуация. Мне здесь приходит дама, но если я сейчас положу сюда даму, то есть, казалось бы, это будет здорово, и за это я получу, если не ошибаюсь, сейчас скажу, сколько очков. Здесь вот можно увидеть, за пару дам вверху я получу 7 очков. Здесь вот написано, да? Но здесь у меня не получится сильнее комбинации. То есть, здесь я буду, вот, допустим, 7 кладу, здесь у меня ничего нет. Таким образом, моя рука, ну, мертвая становится, и я как бы проиграл автоматом. Поэтому у меня есть только один вариант, это сделать что-то вот таким вот образом. Ну, и остаться в игре тем самым. Ну, вот, в итоге я в этом раунде выиграл плюс 5 очков, и теперь, ну, Костя проиграл 30 рублей, я выиграл 30 рублей. То есть, ну, и вот дальше, теперь я первый раскладываю свою руку. Само собой, я положу 3 карты вниз, буду стараться собирать флэш. Самую нижнюю линию, ну, мы всегда делаем самый сильный. Предположим, мы девятку положим сюда, тройку положим наверх. Готово. То есть, это вообще игра, она очень интересная, реально играть в компании, где-то там с друзьями, там на даче, я не знаю, где-то вы поехали отдыхать, там на курорте, вариантов, короче, куча. Плюс ко всему, что очень круто в этой игре, это есть так называемая фантазия. То есть, что это значит? Это если вы собираете на верхнем боксе пару дам и выше, ну, что есть, от пары дам и выше, и все остальные боксы у вас тоже собраны, ну, любые комбинации не хуже, чем пара дам, само собой, вот так вот будем делать, то вы получаете так называемую фантазию. Что это значит? Вам сразу же выдается 13 карт. Нет, 14, вру, 14, по-моему, карта, 14 карт, если не ошибаюсь. То есть, вам сразу же выдается 14 карт автоматом, и вы раскладываете, нет, 13, да, 13 карт вам выдается, и вы раскладываете эти карты сразу же. То есть, сейчас мы получаем 5 со старта, и потом по 3. Я одну всегда выкидываю. В фантазии вы же сразу же получаете, вы же сразу же получаете 13 карт, и вы сразу же можете раскладывать очень, ну, очень сильные комбинации. Я думаю, у меня это сегодня, ну, собрать получится. То есть, я здесь по-прежнему буду флеш пытаться собрать. Здесь я две пары, здесь даму необходимо. Если у вас будут какие-то вопросы, на которые я недостаточно подробно отвечаю, вы пишите в чате с пометкой, ну, там, Пекарстас, вот таким вот образом. Сейчас я ему напишу. Вот таким вот образом, как я написал. Тогда я буду стараться на ваши вопросы, ну, уделять внимание, отвечать, ну, подробно, чтобы... Ну, вот смотрите, прикольно, в принципе, получилось. О, ё-моё, я стрит флеш собрал, ребята. Смотрите, стрит флеш. Это очень круто. Ну, это большое количество очков у меня сейчас за это будет. Ну, ещё две карты у меня остаётся здесь. Плюс 15 очков за стрит флеш. У Кости три туза. Да, что, конечно же, ещё очень важно в этой игре, это, безусловно, смотреть на карты соперника. Потому что если мы видим, что соперник начинает собирать там... Ну, много королей, допустим, вышло, уже у него они все использованы, то, понятное дело, нам не стоит ждать сюда, допустим, короля. Ну, в этот сектор. Ну, вот, к сожалению, мне не удалось собрать здесь даму, и здесь две пары. Ну, потому что не пришло. Поэтому я просто положу двойку сюда, и восьмёрку сюда, и как бы сбрасываю. Ну, вот, а Костя собрал фантазию. Смотрите, у него пара королей. Это чокивоки, если кто не знает, с нашего сайта. Думаю, ну, все в курсе, кто это такой. Так вот, он собрал фантазию, он собрал здесь три туза, здесь три четвёрки, и здесь он собрал королей. То есть он в следующий раунд будет разыграть фантазию. Видите? Ему сразу же раздали... Да, на самом деле, 14 карт, походу, ему раздали, я так понимаю. Вот, ему раздают количество карт, и я играю, как обычно. То есть, не видя его карты, я продолжаю играть теперь, в принципе, сам с собой. И мы потом в конце просто вскрываемся. Ну, то есть, что я разложу, и что он. Ну, давайте попробуем... Тут мне всякий шлак раздали. Я попробую снизу собрать флэш. Не знаю, тут может какой-то стрит получится. И он сейчас сидит, ну, всё свободное время, спокойно раскладывает фантазию. Ну, вот, продолжаем здесь, допустим, короля положить. Вот, положим. Здесь, в принципе, можно положить... Ну, пара двоек, она не особо здесь как сильно помогает. В принципе, вариантов-то просто других и нету. Тогда будем класть сюда пару двоек. Тройку выбрасываем. Ну, вот, флэш нам собрать удалось. Единственное, да, я сейчас думаю, может быть, мне лучше стоит сделать маленько иначе. То есть, допустим, положить пару десяток сюда, и ещё одну бубину дождаться попозже. И тогда я здесь могу собрать, я не знаю, там, три десятки, ну, какой-то сет. И тут сет двоек, предположим. Ну, давайте я рискну. Скажем так, сделаем так, что здесь будет Sky. Буду собирать здесь три десятки, здесь три двойки. Ну, здесь флэш, да, ждусь в следующих раундах. То есть, у меня впереди ещё будет, как бы, два раунда. То есть, это значит, шесть карт. Из шести карт мне нужна одна буби. Ну, надеюсь, она придёт. В первом раунде она не пришла. Как видите, пришла десятка, что здорово. Туза мы тогда, в принципе, туза я положу сюда, чтобы потом здесь собирать три двойки. Ну, и сбрасываем. Сейчас нужна буби и одна двойка. Было бы здорово сейчас увидеть бубину и двойку. Было бы очень круто. Ха, ребята, смотрите, прикол, не? Вот оно что. Вот это называется фантазия. То есть, у меня здесь флэш, здесь три десятки и здесь садвое. Как я сказал, чтобы собрать фантазию, нужно не заскупаться, нужно собрать не мёртвую руку. И чтобы наверху самое главное было от пары дам и выше. То есть, у меня здесь, как видите, садвое. Это фантазия. Сейчас увидите, что это такое. Ну, и сбрасываю вальта. Ну, и получается, Костина, у него тут флэш. Здесь у него стрит. Здесь просто тускай. Ну, и вот таким образом выглядит фантазия. У меня был начальный баланс 300 рублей, уже 408 рублей. То есть, я уже у Кости выиграл 108 рублей. Ну, за эту игру. Ну, и теперь мы собираем фантазию. То есть, что это значит? Мы должны собрать сначала, ну, самые сильные комбинации. То есть, смотрим, какие у нас карты здесь. Плюс-минус одинаковые. Можно их тут, допустим, флэш я собрать не могу. Бубовый. А фулл хаосов у меня, по-моему, тоже нет. Ну, то есть, фулл хаосов я вот не вижу пока что. Если я не слепой совсем. А, флэш могу червовый собрать. А, можно еще раз помочь? Не, нет. Здесь для фантазии, по-моему, надо что-то выше, чем пара дам. Ну, то есть, единственное, что я пока могу такое... А, флэш я тоже не могу червовый собрать. Это вот хреново. К сожалению. Что же мне здесь такого собирать? Так, ну, если короли сюда... Дама. То есть, все раздало по две пары, и фулл хаосов никаких я не вижу. Черт возьми. Стрит 10-9. И стритов я тоже никаких не вижу. 10-9. 7-8. Пятерка тоже не хватает до стрита. И туз 2, 3, 4... Ну, и стрит снизу через шестерку я тоже собрать не могу. Ой, не очень-то здорово мне сдали. Ну, вот эту вот штуковину. У меня 39... 37 секунд осталось. И что мне тут выложить? Ну, допустим, десятка, девятки. Так. Допустим, это так, это так. Ну, ничего хорошего у меня здесь не сошлось. Или я, может, что-то не заметил, пока вам рассказываю. Но, по-моему, максимум это две пары тут, две пары тут. Ну, можно сделать чуть лучше. Ой, боже мой. Если я успею, да. То есть я соберу здесь пару девяток. Это хоть какие-то очки получу за это. Ну, что-то в таком духе. Не самая лучшая фантастия с моей... Ну, как бы не то, что с моей стороны так зашло, как говорится. Да-да, продолжаем играть. Ну, вот за прошлый раунд, то, что я сейчас играл, я выиграл 99 рублей. Конечно, интереснее играть, ну, там, троем, самые... То есть в эту игру нельзя играть четвером, потому что карт просто у вас не хватит. Поэтому в ананас можно играть... В ананас можно играть троем, а в обычный китайский покер двоем-четвером. Чем отличается обычный китайский покер? Все то же самое. Вот, как видите, начинается игра точно так же. Буду стрит собирать. Хотя... А, нет, флэшей очень много флэшов карт сюда ушло. Да, буду поэтому собирать стрит. Восьмерка, правда, и король тоже ушли для стритов. Ну, где наше пропадало? Давайте все-таки так. Вот. Чем отличается ананас от обычного китайского покера? Это тем, что в китайчике, в обычном, вам выдается потом не три карты, а по одной. То есть вы потом просто по одной докупаете и просто их всегда кладете. Так что, в принципе, это только в этом отличие. У всех колода общая, ребят. Ну, вот, мы играем, и колода общая. То есть колода общая. То есть вот то, что мы сейчас играем, это общая колода. То есть у меня не могут... У меня сейчас не может выпасть король червей, потому что колода, повторюсь, для всех общая. И поэтому может максимум играть с колодой в 52 карты, то есть в ананас 3 человека. Ну, понятное дело, это мы кладем сюда. Какую-нибудь двойку мы выкидываем. Кстати, да, говорят, те карты, которые я выкидываю, вот сюда вот, в отбой, их Костя не видит. Ну, то есть они перевернуты. Вальтов мы сюда положим. И думаю, десятку тоже сюда, да. То есть буду стараться собирать здесь дам королей тузов, либо, ну, может прийти еще дама-дама, сюда нужно положить тогда. Будет еще и флэш нужно собрать, впрочем. Еще хватает, куда собирать. Ну вот, Костя собрал флэш, и сейчас очень сильно рискует. Если вы обратите внимание, что Костя делает, он собрал флэш, и сейчас очень сильно рискует, ему нужно собирать обязательно фулхаус по нижней линии. Если он его не соберет, он автоматически проиграл, и деньги за флэш ему просто не начислятся. Соответственно, я кладу в данной ситуации туза верхнюю карту сюда, и закроем эту карту здесь. Ну, у меня ничего здесь не совпало. Здесь можно даже по туз хай выиграть. Ну, смотрим. Если Костя сейчас король не приходит, он автоматически проиграл. Или туз. Неужели что ли пришел? Ты шутишь? Ну да, он так. А нет. Да, он проиграл. Он должен проиграть. Все, у него, видите, разбилась вся комбинация. То есть он автоматически получает минус 6. Я автоматически получаю плюс 6 за него, и плюс за каждую комбинацию, если я соберу. Ну, к сожалению, я тоже заскупался, мне флэш не пришел. Видите? То есть, ну, я сюда положил, и здесь у меня... То есть здесь получается пара вольтов, да? А здесь у меня пара шестерок. То есть флэш не пришел, все, я тоже... Ну, заскупался, мертвая рука. Таким образом. Ну и, соответственно, мертвый-мертвый, мы по 0 очков просто продолжаем дальше. Итак. Дамы я сразу буду класть наверх, чтобы собираться пытаться фантазию. Ну, это мы будем пики сюда собирать. Вот, мы и два валета ушли. Дальше, что нам здесь? Ну, туз, понятное дело, мы положим в центр, то есть достаточно будет сюда тузов собрать, здесь дам. И, в принципе, можно... Флэшей... Ну, буби не вываливаются, видите? То есть совершенно их здесь нету. Думаю, в принципе, есть вариант, конечно, положить шестерку сюда, и даже даться просто даму. Есть вариант положить шестерку сюда, и собирать какие-то там фулл-хаусы. Вот, из такой оперы. Я, пожалуй, буду играть таким образом. Ну, в принципе, можно даже сделать вот так. Не, там вот в чате пишет базука 1106. Конечно, ну, я... Я же вам сразу в начале стрима, если вы бы не пришли на начале стрима, я вам сразу сказал, что я в ананасе как... Не то, что как свинья в апельсинах, я прекрасно знаю правила, но какие-то расклады, куда лучше какую карту положить, я могу не заметить, безусловно. Поэтому тут вообще претензий никаких нету. Даже если можете, ну, пишите, советуйте, что куда лучше, в какой раздаче было положить. Так что тут вообще без обид, и все прекрасно понимаю. Играю чисто на той основе, как я примерно вижу, как я умею. Чуть ко всему, опять же, какие-то вот эти вот мои комментарии, которые с вами общаюсь, немножко отвлекают, и могу из-за рассеянности внимания не заметить, что там у Кости, допустим, было что-то на руке. Или, в частности, как я мог что-то иначе положить. То есть, ну, ну, смотрите, здесь прикольно, в принципе, выходит. Я кладу даму сюда, и теперь мне... Ну, тоже так себе, на самом деле. Объясню, почему. То есть, смотрите, я сейчас кладу флеш сюда, да? То есть, я здесь, типа, молодец, собрал. Но если я сейчас оставляю даму здесь, у Кости два туза. То есть, мне сейчас нужно поймать одного туза, чтобы не заскупаться. Ну, я боюсь, что я, пожалуй, сыграю чуть иначе. То есть, пойду вот таким вот образом, даму я выкину. И, ну, как это, что-то из масштаба лучше синица в руках, чем журавль в небе. Поэтому рисковать так сильно не буду. Как бы, вероятность собрать здесь туза последнюю очень-очень редко. Ну, то есть, сами понимаете. Не факт, что придет. Поэтому я скину. Будет сейчас круто, если придет и туз, и дама. Или двойка, и дама. Варианты тоже такие. Но не пришло, окей, ничего страшного. Семерку просто, допустим, сюда. Семерочка сюда. Все, закрылись. У Кости что? Стрит, две пары. Ну, и сейчас мы сюда короля, и будет фантазия у него. Ну, вот, к сожалению, Костя фантазию не собрал. Но я даже в этой партии остался в небольшом плюсе. Я просто, ну, ребят, я тут не могу, как бы, весь стрим, скажем так, скажем так, правило повторять. Ну, для всех, к сожалению, я правила... Мы сегодня играем, повторюсь, играем на покердоме. Непосредственно ананас. Китайский покер. Называется китайский покер. Разновидность ананас. И правила этой игры я уже рассказывал в начале стрима. Для всех. Если кто не в курсе, можете по-быстрому, если хотите, зайти на сайт, посмотреть здесь правила. Сейчас быстренько вам... Вот, школа покера. Китайский покер. Здесь есть правила. Ну, а вкратце говоря, здесь еще раз быстренько пробегусь. А, ну, тут мы кладем однозначно вот сюда. Пробегусь вкратце говоря, здесь действуют такие же правила, как в обычном покере. Комбинации все те же самые, только задача простая. На верхнем боксе, здесь сверху, собрать самую слабую комбинацию. В среднем чуть сильнее, в нижнем самую сильную. Думаю, уловили, да? То есть, вот смотрите, здесь у меня флэш. Значит, если у меня здесь флэш, я здесь не могу себе собрать фулл хаус. Если я соберу сейчас здесь себе фулл хаус, я проиграю данный, ну, раунд. И за каждую комбинацию, вот видите, я собрал флэш. За нижний ряд, если я в нижнем ряде собираю флэш, мне начисляется 4 очка. Если мне память не изменяет, если я собираю флэш в среднем ряду, допустим, в этом, ну, допустим, у меня здесь флэш, а здесь у меня фулл хаус, то за средний ряд я получу за флэш уже не 4 очка, а 8. Ну, потому что это более сложная комбинация. Ну, смотрите, как классно получается. Здесь у меня дама пришла, у меня будет фантазия в следующем раунде. Я, пожалуй, закрою даму, чтобы не дай бог. Хотя нет, лучше, наверное, так сделать. То есть именно когда вам самое существенное преимущество, когда реально можно заработать с кучей очков, это если вы собираете фантазию. Кстати, вот такой флэш на верхней карте не действует. То есть вот эти 3 черви карты, как собрал кости, они не работают. Ну, смотрите, да, здесь мог бы, конечно, 3 дамы положить, но тогда у меня средняя линия будет хуже. То есть вот если бы сейчас я положил здесь 3 туза, а здесь 3 дамы, это было бы нереально круто. За такую комбинацию, за такую комбинацию 3 дамы наверху можно получить, сейчас скажу, сколько очков, 3 дамы наверху, это 20 очков сразу. Ну, это реально дохера, 20 очков. То есть если здесь собрать 3 дамы. Ну, и вот таким образом мы заканчиваем и попадаем в фантазию. Плюс 17 очков заработали. И сейчас будет фантазия. Ну, давайте теперь тут вот, да, мне сейчас заметил эту кнопку, подсказали в прошлом. Или можно даже вот так сделать, по фулл хаусам. Опять же, фулл хаусы никакие собрать не могу, потому что 2 пары, 2 пары, 2 пары, 2 пары. Фулл хаусов никаких нет. Поэтому, наверное, пойдем таким вот образом. Я так понимаю, самое сильное, что я могу собрать, если нет фулл хаусов, это само собой флэш. После этого я могу предложить упорядочить по парам. Это, в принципе, ну, тут особо у меня тоже в этом раунде ничего прекрасного нету, как я вижу. Ну, допустим, даму я сюда. Ну, точнее, даже я так не могу сделать. Это примерно необходимо будет делать так. То есть за вольтов на верхнем боксе я получу 6 очков, что, в принципе, неплохо. Как вы понимаете, если вы соберете просто вольтов здесь, на нижнем боксе пару вольтов, вам за это очков не дадут. Ну, это потому что слишком слабо для... То есть для каждого бокса, для каждого из этих линий есть определенные градации по очкам. Где, сколько, за что дают. Ну, я так понимаю, здесь мне нужно закончить примерно вот таким вот образом. Я вроде бы ничего лучше не вижу. Валет-валет, король, дама-дама, 3-2. И десятка. И я сбрасываю. И я сбрасываю дальше, да, фолд. Ребят, у меня там в чате, типа, спрашивают, типа, зачем стримить то... Ну, как вот там человек пишет. Не понимаю, зачем стримить то, в чем сам не разбираешься. В холдем ты играешь хорошо, вот люди приходят, ну, чтобы чем-то научиться. А это зачем смотреть, имха? Ну, объясню, зачем смотреть. Просто потому что на нашем сайте мы предлагаем не только, скажем так, игру в холдем и, ну, такого характера. То есть это общий... Ну, не то, что общий, обучающий там сайт. Сейчас у нас будет на сайте, ну, непосредственно направление по китайскому покеру. Понятное дело, я не собираюсь, что сейчас каждую неделю стримить этот китайский покер. Нет, он будет... То есть это является стрим ознакомительный, ознакомительный, чтобы люди могли увидеть, что такое китайский покер. Возможно, кому-то он понравится, он заинтересуется и будет играть. Вот и все, ребят, поймите. Ну, то есть в этом нету, скажем, ничего такого. То есть вот есть раздел, нам нужно его... То есть это ознакомительный стрим, именно где я рассказываю про правила покера, где можно поиграть, в чем преимущество, в чем интерес и так далее. Все. Поэтому он пройдет сейчас у нас вот в таком вот формате. И следующие стримы там, понятное дело, я буду преимущественно делать, само собой, по халдему. Так что, ну... На самом деле, просто повторюсь, эта игра очень-очень прикольная. Вот если вы будете... То есть помимо того, что можно, конечно, играть в онлайне, но она мне дико-дико нравится играть именно вживую, когда ездишь куда-нибудь там, не знаю, отдыхать, и вместо того, чтобы сидеть там, играть в какие-то карты, там с друзьями, либо там в какой-то уно, либо еще во что-либо, ну, кому что нравится, можно реально с друзьями собраться, договориться, сколько там каждое очко стоит денег, и просто играть на деньги. Что непосредственно вот мы делали... Когда я ездил этой зимой, был в Австрии, вечера как бы, ну, можно проводить просто, извините меня, немножко там, ну, отдыхая за, там, не знаю, за бутылочкой пива, а можно проводить это с бутылочкой пива за общением и параллельно просто играть в эти карты, ну, в китайский покер, он реально не требует никаких фишек, ничего, просто нужно листок бумаги и ручка, чтобы записывать очки. И реально в этом, ну, как бы, есть прикол, мне нравится. Вот, поэтому и повторюсь, ознакомительный стрим для вас, народ, если кто... кому интересно, пожалуйста. Я здесь сразу собрал пару дам, теперь мне нужно закрыть флэш снизу и, конечно же, закрыть туза по центру, либо собрать две пары, ну, либо сет. То есть вот у Кости, к сожалению, уже, черт возьми, интересная штука, я могу попытаться сделать вот так вот, ну, типа, сразу пытаться собирать здесь две пары сет, ну, пятерка поможет, туз поможет, восьмерка поможет, но мне еще нужен флэш закрыть. Да, я, пожалуй, буду оставлять таким образом, дожидаться еще одной флэш-карты, еще дожидаться одной флэш-карты и сюда вот что-то две пары, потому что если я сейчас сделаю таким вот образом, то, боюсь, мне здесь ничего хорошего не светит. Ну, разве что, только последний туз. Типа, есть вариант вот такой вот еще, типа, туза, может, пятерки, ну да, наверное, может, такой вариант даже будет лучше, оставить все как есть, вот так вот закрыть этот флэш и потом просто дождаться туза, либо две пятерки, либо две шестерки, ну, и собрать здесь сет, возможно, так даже будет и лучше. Хорошо, сделаем так. И смотрим, что приходит в конце. Нужно, ну, нужно комбинация тузов, пятерок, шестерок вот здесь. В идеале просто туз, самое простое. Так, я сейчас прочитаю, еще там вопросы мне сверху писали. Посмотрю внимательно. Вот здесь писал человек, а фантазию нужно пробовать собирать. О, вот смотрите, как все замечательно. Туз пришел, ну, и в принципе, даму можно сюда закрыть. Вот, опять же, собрал фантазию. Замечательно, ништяк, круто. А фантазию нужно пробовать собирать в каждом раунде? Ну, во всяком случае, да, к этому нужно стремиться. То есть иногда бывают ситуации, когда, как говорится, не стоит лезть там в определенные дырки, но в целом, да, это основная задача этой игры, чтобы собрать фантазию, и потом вот смотрим по фоу-хаусам. Ну, смотрите, мне опять не раздали ни одного трипса. Ну, это реально редкость. Я сколько играю, но чтобы собрать какой-то трипс, ну, это частая схема. То есть вам выдают, извините меня, здесь сколько? Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Четырнадцать карт. Из четырнадцати карт собрать трипс, ну, как бы, все-таки, вероятность, ну, должна быть. Неплохая. Ну, вот, будем опять, что ли, тогда делать вот так вот. Ну, флэш снизу. Дальше упорядочим, что мы здесь имеем. Ну, нихера хорошего, откровенно говоря, как я опять-то все вижу. Может, я, повторюсь, не самый внимательный парень, но я что-то не вижу, какие-то варианты лучше. Стрит пять, три, два. Стрит я не могу собрать. Ну, как-то, опять же, с фантазией, да, заходят, но что-то супер тут крутого у меня собрать не получается. Вроде бы я делаю все довольно-таки, ну, правильно. Что туда-сюда, двойку, семерку, там, я знаю, десятку. Ребята, я вот сейчас собираю эти вещи, если вы видите где-то комбинации получше, как можно было бы набрать больше очков, подсказывайте. Ну, как бы, будет прикольно. Я сейчас просто посмотрю, вот другие варианты, допустим, тузыным вверх, если положить, типа, там собрать много очков, тогда мне нужно здесь две пары и здесь две пары. Но этого я не вижу. Да, пожалуй, только, мне кажется, таким образом я могу оставиться. Костя опять заскупался. Я не знаю, он прям что-то там с ума сходит, очки дарит. тут какая-то белка приходит, я не знаю, что он сюда приходит и не играет с нами. Ну, вот за эту игру я уже здесь выиграл Косте рублей 400, я так подозреваю. Костян, соберись, что ты творишь? Да, так что фантазию, ну, желательно собирать, нужно стараться каждый раз. Ну, дает больше всего очков. Так, ну что, поехали. Здесь вот такую штуку нам раздали, туз сюда. Здесь попробуем мы собрать... Пикей у Кости нету, обратите внимание, поэтому буду собирать сразу флеш через пики снизу. Ну, допустим, сделаем дальше мы... Вот так вот. Ну, потому что восьмерка у него есть, я ее сразу выкину и так вот будем, ну, в таком ключе собираться. То есть сюда дамы-короли наверх, сюда тузы, две пары, ну, и тут флеш. Это вот такой план. Мы еще играли, когда у нас было вот в Австрии очень много людей. Ну, как много у нас там было, по-моему, Петера, если не ошибаюсь. Так вот, в чем прикол. Все хотели играть в этот китайчик, ну, потому что, чтобы не сидеть там, просто не смотреть. Мы играли с двумя колодами. То есть две колоды по 52 карты и можно было собирать вниз... Ну, как понимаете, если две колоды по 52 карты, значит, у нас 8 тузов, 8 королей, 8 дам. То есть у нас было такое правило, если внизу собираешь допустим 5 дам, 5 дам, то дается там что-то а-ля... Сейчас скажу вам точно, секундочку, я разложу карты. Какую-то фигню мне сдали, если честно, в этом раунде. Ну, пожалуй, я положу двойку сюда. Какую-то фигню реально сдали. Ну, вы что, ребята? Так вот, сейчас скажу, сколько мы там устраивали. Типа самая сильная линия по нижней, да, 25, 50. То есть если вы, ну, мы собирали эти 5 дам, то это типа было круче, чем роял флэш в два раза, то есть 50 очков, что-то, ну, в таком стиле было. Так вот, в чем прикол, вы не поверите. Какова вероятность мне больше всего интересна на такую хрень? Собственно говоря, о чем речь? Речь о том, что я собрал 3 раза, по-моему, 3 раза подряд. 3 раза подряд я собрал 5 дам внизу. В одну, просто подряд. Это было жесть. То есть сначала, когда я собрал 2 раза подряд, там народ охерел. Ну, то есть у меня была фантазия, само собой, постоянно. Ну, то есть я собрал 5 дам, у меня была фантазия, потом я еще раз собрал те же 5 дам, может там комбинации масти были другие. И потом еще раз, третий раз собрал 5 дам. То есть, вообще, лютое, вообще, ну просто был финиш какой-то забавный. Флэш мне собирать не получилось, пики вообще не раздают, поэтому здесь буду, не знаю. Ну, раунд такой будет из масштаба, лишь бы не заскупаться, лишь бы не сделать с мертвую руку. Ну, вот, получится, походу. Да. Сделаем туза сюда. Здесь какого-нибудь короля положим и постараюсь, ну, просто не проиграть этот раунд и все. Ну, Коста тоже особо много здесь очков не заработает, если только сейчас фулхаус не соберет. Так, сейчас я еще там вопрос какой-то потерял. Вот здесь был еще один вопрос, сейчас я его прочитаю. Играю на восьмерках, но хочется в твой вип-клуб. Если через тебя зарегистрируешься в лотосе, у лотоса с восьмерками один пул игроков. Да, у лотос покера с восьмерками один пул игроков, так что ты смело можешь регистрироваться в лотос покере. То есть и в восьмерках, и в лотос покере можно иметь по одному аккаунту, то есть проблем никаких с этим не будет. Так что смело можешь региться в лотос покере. Пул один, единственное, там, если не ошибаюсь, он чутка отличается, но ты можешь сравнить сам, зарегаться, посмотреть, но пул один. В зум покере сто процентов, сто процентов один пул. Вот, так что, так что такие дела. Короли сюда. К сожалению, тоже еще есть большое преимущество, ну, как бы класть, понятное дело, вторым. То есть вот Костя сейчас на дилере, он видит, как я раскладываю, и он потом, ну, опираясь на это, может делать уже непосредственно, ну, раскладывать как-то сам иначе. То есть видеть, какие карты у меня вышли, само собой. Ну, я не знаю, я, пожалуй, положу семерку и, точнее, что-то вот в таком духе сделаем. Пятерка мокая. Ой, боже мой. А, повезло мне, что пятерку я в средний бокс положил, а не в нижний, потому что Костя сейчас все пятерки разошлись. Так, смотрим дальше. Пришла дама, понятное дело, даму наверх, тройку сюда, и едем дальше. Там пишет один из зрителей. Игра, игра, игра отличная, не спорю, сам играл целый год на одном русскоязычном сайте, но этот стрим получается просто ознакомительным, а не поучительным, так как для тех, кто играет на нас, стрим бесполезен. Ну, конечно, ребята, я еще раз повторю, стрим является ознакомительным, то есть он ознакомительный для всех подписчиков нашего канала на ютубе, для всех, кто просто смотрит в прямом эфире и вообще не в курсе, что такое китайский покер. Я думаю, таких очень здесь приличное количество. Ну, и также самое, опять же, повторюсь, просто мы на сайте. У нас раньше он давно, давно был этот раздел китайского покера, но мы его убрали, потому что комната там одна, ну, баунти перестала, ну, как бы существовать. Поэтому мы убрали этот раздел, вот и все. И тут, ну, как бы, вот покердом предлагает игру в китайский покер, и так что, ну, поэтому решили вернуть раздел, сделать ознакомительный стрим для всех посетителей, чтобы, ну, кому приклянется, так, пожалуйста, играйте. Смотрим дальше, ну что, десятку мы сюда, а, о, супер, все нормально, смотрите, семерочка сюда пойдет, десятку мы сюда кладем, ну, короля, даму надо собрать теперь. Что у нас здесь? Ничего не собралось, к сожалению. Ну, я, пожалуй, Костя Вальтов собрал. Я просто думаю, как мне здесь лучше сделать. Наверное, таким образом я что-то другого варианта не вижу, снизу попытаюсь фулкхаус собрать. Меня спрашивают, типа, почему я называю оппонента Костя? Ну, просто потому что я знаю, это, ну, наш, я не знаю, как назвать, ну, работник нашего сайта, я не знаю, как еще тут вам объяснить. То есть, Костя, ну, чоки-воки на форуме постоянно, главный там по форуму, на сайте, ну, то есть, переводит там много, публикует статьи, обзоры комнат, ну, куча чего полезного делает у нас на сайте. Ну, чоки-воки с сайтом, если вы видели, наверняка на форуме, 100%, вот, ну, и он просто, ну, зашел поиграть, так что здесь, как бы, вы сами заходите, играйте сейчас со мной без проблем, я же не запрещаю. Так, девятку сюда, шестерку сюда, ну, ничего не пришло, поэтому вот так вот. А что, я заскупился? А, нет, у меня просто Костя, нет, погодите, две пары. А, я тройку здесь собрал, не заметил. Я здесь пару троек наверху собрал, да, видите, то есть, поэтому моя комбинация разбилась, и я проиграл здесь неплохо бабок Константину, да. Но у него фантазия. Оу, е! Да, круто ему зашло. Ну что мы будем собирать? Давайте попробуем даму, девятки вниз. Или даже я, наверное, сделаю флэш, попробую снизу собирать. Ну вот такая, то есть может было, конечно, попроще, там стрит снизу какой-то собрать, но я попробую здесь две пары собрать, здесь флэш, ну и здесь даму. Вот такой план. Так, да, это нужно делать примерно так. Так, ну валет уже вышел, поэтому я сюда вальта не кладу. Туза можно положить сюда, короля можно положить сюда. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну и теперь нужно... В идеале, ну сейчас хорошая ситуация, то есть можно получить даму короля сюда наверх положить и девятку, шестерку туза вниз. Ну давай, сдашь? Нет. Ну вот смотрите, блин, ааа... Ааа, даму мы собрали, а вот сюда я ничего положить не могу, к сожалению. Вот сюда бы девятку или шестерку или туза бы, вот вместо этих карт, было бы просто великолепно. Но не выходит. Поэтому делаем вот так вот. И сохраняем флэш. Эх! Жалко, жалко. Ну неплохо, просто неплохо так все складывалось по раздаче, и вот в конце малясь не доехала. Сейчас я свет включу. Ну понятно дело, здесь я буду собирать флэш снизу. Кстати, если вот, допустим, здесь вы собираете флэш средний, и у вас, допустим, ну смотрите, видите сейчас, допустим, здесь пойдет флэш через короля, а здесь я снизу не соберу флэш через туза, но я проиграю. То есть ваш нижний флэш должен быть сильнее, чем вот этот средний флэш. Ну, будем делать так. Хотя еще есть вариант положить короля сюда, но это совсем будет жестко. Да, я, пожалуй, наверное, сделаю так, короля положу сюда, здесь буду собирать, ну, как бы... Не факт, что просто придет тузовый, крестис туза. Короче, пойдем немножко понаглей. Даже не немножко, а вообще конкретно. То есть вот так вот, вот так вот. И теперь нужно здесь собирать обязательно флэш через короля, либо через туза. Здесь, во-первых, закончить флэш через буби. И это пипец, как маловероятно. У Кости опять фантазия, что он там собрал, я чуть не заметил. Король есть! Туз сюда. Короче, сейчас что надо? Нужна одна буби и одна крести. Одна буби, одна крести. Ну, ё-моё, ну, буби! О-о-о-о! Заскупались. Блин, ну, столько бы очков было бы, если сейчас здесь был бы буби. Буби и здесь крести. Ё-п-ра-с-э-те! Блин, так круто было бы! Костян пошёл отыгрываться. О, троём играем! Это вот вообще круто! Тут сейчас бабки будут летать, вообще очки туда-сюда. Ну, то есть, теперь нам надо вообще нереально необходимо смотреть, что люди раскладывают, чтобы потом на основе... Ну, особенно, когда я на дилере, вот сейчас я на дилере, смотреть, какие карты вышли, и потом на основе этого уже, ну, предпринимать, что мне собирать. Вот, допустим, дам нету, видите, я их сюда сразу, понятное дело, буду класть. Пятёрок тоже нету, поэтому пятёрку тоже пойдём сюда на две пары, на фулхаус. Ну, и что-нибудь, допустим, из флешика будем в центр собирать. Девятки, семёрки, в принципе, более-менее живые. Ну, таким вот образом оставим. Ой, там кошак пришёл наш. Шутки шутить. Говорит, что ты фиш в скайпе. Ну, я поверю на слово. Ладно, здесь пойдём вообще в лютую. Нет, так можно и обанкротиться, если так играть, конечно. Так не стоит, наверное, делать. Но кто не рискует, тот не пьёт шампанское. Ну что, флеш, не флеш? Ладно, давай, сейчас будет фулхаус. Дама, сколько получается? Ну да, мало, пятёрка ещё вышла. Ну ладно, была, не была, поехали. Лишь бы им дамы и пятёрки не сдавали. Всё тогда получится. Я уверен. Ага, не сдали. Так, смотрим здесь. Пятёрочка сюда. Флэшик вот сюда. Сейчас всё будет. Э, даму, отдай даму! Там больше нету, осталась одна пятёрка. Одна пятёрка в колоде. Это так себе. Результатик. Причём, к сожалению, они ещё карты выбрасывают. То есть не факт, что если вот у них здесь нету, ну, карт, не факт, что пятёрка в колоде. Ну, потому что они выбрасывают карты, и эти карты идут в отбой. Так что, возможно, пятёрка уже давно вышла. Им видней, как говорится. Этого я не знаю. То есть, видите, мои карты в отбое, я-то, ну, они не видят мой отбой. Ну, если сейчас Костя пятёрку сюда выложит, мне будет кронштейн. Но если сейчас выйдет пятёрка и туз, это будет люто. Вот пятёрку и туз, это вообще сейчас будет финиш. Ну, ё-моё! А-а-а! Ну, где? Шесть! Ну, я бы их так сейчас всех... Если бы эта пятёрка пришла бы, туз пришёл. Да хотя бы... Да даже туз мог не приходить, хотя бы пятёрка бы пришла. У меня уже было бы всё шикарно. А пришло наоборот. Блин. Вот в этом эта игра, в принципе, ну, реально, вот она... Не знаю, ну, вот покер, там ривер этот вываливается, ты сидишь... Ну, да, там даже... А тут она, понимаете, она реально больше... Ну, и смотря на каком уровне в неё играть, я в неё играю больше, как говорится, в фуфан. Ну, для веселья. Но реально она ржачная. То есть, если собраться, повторюсь, с друзьями, играть там под пивко в покер, там, в амаху или в халдэм, ну, я предпочту лучше в этот, в китайку поиграть, потому что, ну, реально, более простая в организации штука, ну, и реально весёлая. Просто когда играешь в халдэм, ну, как-то всё серьёзно слишком получается, там не можешь фигнёй позаниматься. Ну, и акшена мало. А тут ты постоянно, тебе карты эти раздают, ты, короче, всегда сидишь такой, типа, при делах. Так, ну, попробую флэш снизу, двойку сюда, семёрку, нет. Вот так вот. У меня уже два раза было так, что мне могло доехать просто сумасшедшая хрень на ривере, скажем так, ну, в последнем раунде. И два раза эта сумасшедшая хрень почему-то, чёрт возьми, не доезжала. Ну, это же обидно, понимаете? Ну, понятное дело, здесь две фары буду собирать. Эх. Вот был в плюсе, а сейчас у меня 162 рубля здесь, и тут, короче, уже чутка, ну, в ноль вернулся. То есть всё, что выиграл, уже чутка в ноль откатило меня. Так, что мы делаем здесь? Мы кладём туза сюда, и я думаю, что... А чё? Тут вариантов у меня нету, я вряд ли чё, я вряд ли фэнтези соберу, потому что все дамы вышли. Ну, давайте, ладно уж, так уж, попробуем сделать. Я не вижу просто... А, можно, да, сделать просто девятку здесь собрать. Ну, давайте так вот, да. Хоть какие тачки заработаю, если я сейчас девятку сюда соберу. Ну, и тут туза соберу какого. Тогда хоть какие тачки будут. Парень фантазию собирает, чё, и у нас чё-то тоже чем-то удивит. Вообще фуфел. Вообще фуфел. Эх, не пришла мне дама валет, ну ладно, пришёл здесь король сюда, но я не заскупаюсь, и... Костя тоже, но я ничего не выиграю в этом раунде уж точно, уж точно я здесь ничего не выиграю. Зато так и всем раздал. Минус 24 очка у меня, здесь плюс 29 очков, здесь минус 5 очков. Ну, этот чувак, конечно, тут добренько так поднялся. Да, чувак. Четвёрки собрал Костя, я тут думаю, стрит не получится мне собирать. дырку да тут раздали конечно не самым лучшим образом как мне кажется 10 98 2 туза интересно ну а ты что мне сейчас такой штукой делать ну двойку допустим сюда предположим восьмерку сюда восьмерка никого нету но тут есть одна правда так ну что дамы крестей реально ну соу соу смотрите можно сделать вот когда раздают вот таким вот образом вот как сейчас ну подобный раунд я вообще теряюсь я вообще не понимаю что лучше ну то есть допустим делать из разряда допустим full house или там две пары собирать ну допустим две пары здесь там две пары тут ну такого характера видеть то есть может ну понимаете да чем сейчас две пары тут две пары тут вот тогда две пары здесь как бы уже будут сильнее но если только это не 2233 или там flash собирать вот таким вот образом реально вот в таких ситуациях прям вообще не понимаю как лучше действовать ну почему и как и вообще чудил для меня секрет ну то есть очевидно какие-то стратегически правильные решения в такой вот раздача как там можно тут выкручиваться но каким образом это сделать я честно сказать я не знаю как он как лучше еще раз напоминаю ребят все кто тут заходит приходит это ознакомительный стрим ну смотрите чем не зашло ну что вот что делать король валет туз туз допустим сюда но так вот если только но пока я не вижу других вариантов ознакомительный стрим то есть рассказываю просто правила что такое китайский покер ничего больше и так далее вы тут сами можете мне в чате подсказывать что куда лучше было пихнуть в принципе да единственное только я мэка сглупил я мог этот стрим сделать прямой трансляции это я конечно ну тут же карты можно видеть мои поэтому я должен был бы запустить о смотрите флеш собрался вот хоть раз повезло я мог запустить стрим действительно прямой трансляции тогда вы могли бы обсуждать в живую в чате со мной какие-то ну стратегии и так далее но что-то я об этом не подумал но соберет он стрит нет он собрал стрит прикиньте я что-то выиграл даже так щас что-то подвисло так щас я приду это же Продолжение следует... Так... О-ля-ля-ля-ля-ля-ля... Король сюда... Пятерка, Бубей тоже... Костя, я думаю, сейчас не рад... Собирать здесь Король-5-5... Увидеть у меня Король-5-Буби, как я сюда выложил... Я думаю, Манька даже в шоке... У Костяна сейчас реально дилемма... Че дальше делать? Ну, понятно, что я вот черви сюда... Сейчас дилемма такая же не меньше у меня... Че мне сейчас делать? В такой ситуации... Ну, флеш я здесь собирать не могу... Ну, потому что... Наверное, пожалуй, придется делать что-то подобным образом... Не знаю, вообще, вот тоже вот такой тупняк... Понятно, флеш я сюда кладу... А флеш здесь собирать смысла нету... Ну, потому что он будет старше через Короля-Бубей... Если, конечно, у меня здесь не придется сейчас Король-Бубей... Либо Дам... Э, Туз-Червей... Точнее, Король-Червей-Туз-Червей... Ну, наверное... Не знаю, вот опять же такие... Схемы тут интересные... Ладно... Давайте так... А, Король-Червей, тем более еще у Кости... О, неплохо... Ну, что толку? Ну, флеш, да, я собрал это замечательно... Ну, хорошо, дамы сюда тогда получается... Так... Фулл-Хаус... Сейчас он две пары соберет здесь, либо нам Кранштейн будет... У этого парня вообще нормально заходит, я смотрю, слева... Что-то у нас, короче, какой-то сумасшедший дождь идет за окном, что прям, я не знаю, свет замыкает... Так, ну давайте, ребят, я сыграю, пожалуй, последний раунд... Ну, сейчас вот если он закончится, я его, ну, доиграю... Последний раунд, и, в принципе, на этом буду, как бы, заканчивать... Ну, по той причине, что, я думаю, здесь смысла долго мне... Играть в этот Китайчик, как говорится, нету... Ну, как бы, мне интересно, но... Я не думаю, что тут... Огромное количество людей, как бы... То есть, поучительного в этом, с моей стороны, в данной ситуации, действительно, немного... Поэтому это, повторюсь, такое ознакомительное... Познакомить вас, показать, где можно поиграть... Вообще, как это все происходит, в чем интерес, в чем прикол... Попробуйте реально поиграть с друзьями, в первую очередь... Расскажите им правила, сами выучивайте правила... Можете поиграть на игровые фишки... Можете поиграть на игровые фишки... На покердоме, можете поиграть на реальные фишки... Реально попробуйте, ну, прикольная штука... Так, мне... Что-то мне не предлагают вернуться... Или я не понимаю... А, видимо, я не докупился, странно, да? Эй, ребятки... Ну, вот, меня не взяли в игру... У меня 750 фишек тут есть, рублей точнее... Или тут как-то... Без меня почему-то нужно доигрывать... Ну, ладно, давайте дождемся... Та-на-на-на-на-на-на-на-на... Там чуваку вообще заезжает... А-а-а... ну... Обычно спрашивали, типа, хочешь поиграть? Ладно, не знаю, сделаю что-нибудь в таком формате... Вроде нажал взнос... Эй... А, по-моему, идет вот шестой... Я понял... Понял... Вот, видите... Да, шесть этих... Раундов, так называемых... Ну, кушай... Ну, то есть, или как они там называются... Вот, сейчас они шестой раунд доиграют... Тогда мне предложат вернуться... Ну, хочу сыграть еще последний этот раунд... И тогда, ну, на этом будут заканчиваться... Так что... Надо... О, опять фантазия... Сейчас шестой раунд доиграют... И меня тогда должны вернуть... Дело... И оно что-то со светом у нас тут того... Ну, у него плюс 100 очков... Нехило... Очень, очень нехило... У нас по минус 50 скользкость, у него плюс 100... Это очень не кисло... Ну, вот, давайте сыграем последний раз... И... Ну... И на этом расход... Ну, девятки все вышли, смотрите. Девятка, 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 все они порасходились, поэтому девятку я вообще положу наверх. Все девятки вышли, будем так вот играть. Девятки вообще уже мертвые. Так, сейчас я посмотрю, что там ребят в чате писали. Перестановку сделал? Нет, ребят, переехал. Дальше. Валера, не часто увидишь тебя таким увлеченным с горячими глазами на стриме. Ну да, тут, конечно, когда меня сейчас на бабки насаживают, тут такого увлечения, скажем так, что ж мне сделать здесь? Такого прям угорелого. Ну, наверное, может так вот попробовать сыграть? Ну да, давайте попробуем, наверное, так сыграть. Или Или, или Или есть еще вариант просто вот так вот. Но червей ни у кого нету, поэтому мне кажется, нормально будет такой вариант. Ну, червей очень мало, ну, как бы и никого нет. У меня черви все в колоде, значит, черви должны еще привалить. Так что я надеюсь... Надеюсь, что нормально будет. Хотя нет, 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 все. Давайте, буду играть с охраной, буду играть аккуратнее, буду играть аккуратнее. Все, нормально так. Я его флэш зато побью своим червовым. Если он только сейчас туза сюда не положит. Хер я, блин, побью, у него, бля, дама пришла. Ахер я вам. Что это за фуфел, бля, я не понял. Ну ладно, давай 3-4 с 30 берем. Что, проблема? С 30 берем, вообще не вопрос. Легко. Двойку. Давай двойку и черви. Двойку и черви. Ну, будь мужиком. Покердом, будь мужиком. Двойку и черви. Так, что ты... Так, тебе тут сейчас все кронштейн. Опа! Смотрите. Опа! Нет. Вообще идеально. Вообще идеально. И сейчас сюда пару дам. Пару дам или пару королей. Это будет вообще лютая катка. Пару дам или пару королей. О, ему задница, он заскупался. Ха-ха. Сейчас будем бабки у него выбивать обратно все. Давай, пару дам. Ну, ё-моё. Или пару тузов тоже можно было бы. Эх, ладно, чутка не хватило, но неплохо, неплохо. Плюс 20 очков, неплохо. А, не, всё, он не заскупался, гонюк, всё нормально сделал. Чё-то я, Майка, не досмотрел. Эх, ещё бы и фэнтези здесь сейчас наверху собрать. Вот бы у них там пригорело бы. Опачки. Ну, я думаю, тут стрит, наверное, сам бог велел собирать. Тут, наверное, без вариков. Нечего выдумывать. Так, короля мы положим сюда. Тройки, двойки вышли. Только парочку, чутка их вышло. Вот тоже интересный такой расклад. Вот мне, ну, не до конца понятно в этих системах. То есть, вот сейчас стоит так сделать или стоит сделать так? Ну, то есть, оставить место свободного больше тут или просто больше находить двух пар? Ну, вариантов. Вот это тоже, ну, интересно было бы знать. Ну, не знаю. Вот, ей-богу, если так подумать чисто логически. Логически, чисто логически. Короли все вышли. Наверное, ну, лучше, наверное, плюс-минус так, что ли. Ну, просто короли все вышли. Наверное, так. Давайте сделаем так. Туз девятка нужна, вообще-то, в принципе, чтобы закрыть свой стрит мне. Спасибо за девятку. Даму сюда. Теперь нужен король или дама. Теперь нужен король или дама. Точнее, нужны король и дама. Бля, королей нет практически. Ну, ладно, нужно две пары, дама. Ну, вообще, в идеале сейчас, чтобы пришел бы король и дама. А это такое может по картам быть. То есть, короля только три вышло. Так себе. В реале так себе. Тоже вот спрашивается. Ну, наверное, нужно класть, типа, семерку сюда. Ну, или, там, я не знаю, восьмерку. И, типа, семерку сюда, я так понимаю. Ну, чтобы еще какой-то шанс есть там на короля, на эту всю хрень, на даму. Тоже спорная штука. Костян, что творит? Тузов сверху положил. Цените. Что, неужели соберет? Шестерка, девятка, пятерка ему нужна. Нет, Костя не собрал. Ой, блин, я могу. Ну, я тоже ничего не собрал, к сожалению. Костян разбился. Ну, а этот. Бывает такое, знаете, сейчас придет 8-8-9, и он все, кронштейк ему. Ну, да, только Костя проиграл. Мы тут по чутка щечков заработали. С Костяном. Ну, вообще хрень. Ну, давайте попробуем туда-сюда. Вот, вообще, такие интересные раздачи. Что тут делать с ними надо? Я вообще, фиг знает. Ну, что ты с такой оперы? Попробую положить там, посмотрим, как придет. Вот, в принципе, сложно сказать, насколько тут хороший игрок этот, но всегда стоит следить, как играют. Ну, особенно те, кто с вас бабки дерут. Вот, в частности, этот Ялорад с нас что-то поддирает, тут баблишка. Вот, можно последить, как он раскладывает. Возможно, есть какие-то еще покерводы. Мы, как говорится, как сайт, как школа покера, постараемся найти. Может, есть какие-то русские покерводы от каких-то крутых тренеров, точнее, тренеров игроков по китайке. Ну, если таково найдется, будет вообще ништяк. Ну, что, давайте полезем, полезем, как говорится, в сумасшествие. Собираем сюда дамы, и дальше уже как боженька даст. И цеплюсь 7 очков за дамы. Эх, ну что, фэнтези сейчас нужно собрать. Ну, вот, вот собрали, в принципе. Пришли, вот, то есть, приходят карты, три карты, ни вообще, ни в какую, вообще, ни, вы понимаете, да, не в красную армию, как говорится. Ну, ладно, тройку можно положить сюда, она хоть может какой-то... Ну, черная, даже стрит, ну, что я сделал, у меня здесь вообще ни черви, ни пара, вообще ничего. Короче, кронштег у меня здесь будет. Ну, давайте, ладно, посмотрим, объективно, шестерок ни у кого нету, окей, шестерку мы кладем сюда. Вдруг придет две пары какие-нибудь. Троечку мы положим сюда, окей, пускай так будет. Троечку мы получим сюда, окей, пускай так будет. И что? Опачки, тузик сюда. Смотрите, тут реально еще может все получиться в последнем раунде. То есть, мне сейчас нужно собрать... Рано плакать, сейчас все будет. Смотрите, нужно девятка, четверка, шестерка. И все. Девятка, четверка или шестерка, и мы на коне. И будет фэнтези. Осталось немножко... Собрать. Ну, давай, Костя. Девятка, четверка, шестерка. Та, ёбросота, ну где? Оооо, бляха-муха. Ни девятка, ни четверка, ни шестерка. Ну почему? Эх, как так близко было. Не сошлось. Так, а у Костя что? Флэш, что тут? Там фэнтези. Ёбросоты. Минус 34 очка у меня с раундом. Так, ну я думаю, на этом, если это будет последний раунд, то все. Вообще, хотя он фэнтези должен разложить, если я так понимаю. Да. Сейчас должен фэнтези разложить. Угу. И мы еще ему баблишку отгребем. Судя по всему. Блин. Ладно, это был последний раунд. Я так понимаю, сейчас нам карты больше раздавать не будут. Чувака мы приподняли немного на двоих. В общем, на самом деле, забавная повторность штука. Мне нравится. Ну, особенно в оффлайне играть. В крайней... А, во, еще дают. Крайне редко. Я так понимаю, да, шесть этих будет раунд. Что-то тут сначала три просто показалось. Сейчас он не доехал. Ну, раз просят еще разложить. Давайте. 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 Опачки. Что ему раздали? Ничего себе. Костя. Костя. Девятка. Девятка, конечно. Вниз. Туз. Наверх. Крэ. Я тебе умоляю, дружбанин. Крэ. Печалка. Печалка. Ладно, что будет стрит и флэш. О, точнее, флэш и стрит. И кроли сверху. Нет, сотдесяток. Какой кроли сотдесяток? Той, точнее, 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 точнее. Так. Шопа. 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 Хорень растая. Растая хорень. О! Смотрите, вот это шара. Вот это шара. Ты вообще подъехал. Смотрите, что он собрал. Четыре. Две пары. И королей сверху. Охереть. Вообще не кисло. Вообще не кисло. Жизнь. Вот здесь до шестого раунда доиграл, я так понимаю, потом стоп-игра. Народу реально очень счастье много. Ребят, всем привет, всем прикольно, что вы пришли посмотреть, кто-то переписывается. Тут был даже где-то в районе 55-60 человек в чате в одно время. Ну, это реально не кисло. Я тебя уже сталкивается. Бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам-бам. почему не могу понять кости раскладывают а мы ждем ну то есть что прикол интересным почему не дают сразу и нам раскладывать ну давайте поехали раздавайте сразу я не знаю по четыре туза почему вы раздаете по три раздавайте по четыре я понимаю что один у меня кухни хиры с чуть творится 6 6 как она есть печаль просто чуваку на 3 туза потом на две десятки сейчас на себе туда 3 вольта очень замечательный расклад прям люксус я вижу как вот вообще два раунда то что последний создали это были сами за бест карты как что это вообще такое куда это вот что у меня с этим делать вообще не понимаю ну из аля так вот а я вообще могу проиграть если я сейчас не соберу здесь что нибудь в этой вот нет точнее вот здесь то мне здесь надо собрать флэш такую хрень создали не так хорошо начал вот реально отлично начал потом такую ерунду написать накидали мне самое прикольное это еще когда вам дают фэнтези из фэнтези можно еще собрать фэнтези только условия не помню напомните мне пожалуйста там что то надо чтобы у вас по нижней линии было как минимум как минимум фул хаус по моему или что-то из этого опера я не помню напомните мне как из фэнтези попасть фэнтези еще раз то есть ну или так же само там дамы дамы должны быть сверху этого я не помню так все я вне игры я ухожу со столов спасибо всем за игру ребятки сейчас я посмотрю сколько я скажем так проиграл пытаюсь ну обновить баланс я не знаю как это долго происходит ну по моему я где то если я не ошибаюсь нет у меня в игре вон зависли деньги фиг знаю ну да ладно ну короче я по любому точно не вплюсь вот когда я играл сначала с костей когда я играл сначала с костей я был в плюсе а потом пришел там какой-то чувак и нам просто напихал поэтому сколько-то там баксиков я проиграл в районе может быть двадцатки может чуть меньше я точно сказать вам не могу в общем не знаю надеюсь вам этот ознакомительный стрим ну по китайчику понравился если что вот welcome на покердом регистрацию можете если желаете проходить через сайт пекарстас.com слэш покердом потом мы планируем кстати на покердом добавить майнинг и выдавать еще бесплатные конвертеры это так анонсинг под конец ну и всем спасибо за внимание и хорошие вам там не знаю катки вечерние и всего вообще в целом хорошего всем пока немного музыки садим и садим и